В целом в регионе и в мире в целом растет насторожность Китая, потому что Китай стал уже, в принципе, понятно, большим игроком, у него изменилась политика внешняя, он перешел с мягкой силы на жесткую силу, демонстрирует уже свои открытые претензии на противостояние США и так далее, то есть жесткие высказания. В целом у Китая есть определенные амбиции, ну, понятно, не в политической, очень много амбиции в экономических проектах, это вот один пояс, один путь, и там, где Казахстан серьезно сейчас участвует. Но сейчас, понятно, есть определенные риски того, что этот проект находится под большим стрессом, потому что Россия один из ключевых участников этого проекта, плюс Европа тоже не заинтересована там в его развитии, поэтому есть какие-то опасения, что этот проект будет не реализован. Для Казахстана Китай очень большой экономический партнер, если смотреть и по товарообороту, по инвестициям, по присутствию крупных китайских компаний, по, даже Казахстан берет там долг у азиатского банка инфраструктурных инвестиций, там большие средства, соответственно, это все поддерживает нашу экономику. Вот аварооборот у нас вырос за последний год, там уже экспорт составляет 9 миллиардов долларов, импорт 8 миллиардов долларов. Удивительно, что Казахстан имеет положительное сальдо с Китаем, то есть мы экспортируем больше, чем импортируем, для нас это выгодно, плюс китайские инвестиции. Но в целом настороженность в обществе Китаю, она была, есть, остается, особенно в тех регионах, где работают китайские компании. В целом, если смотреть в общем, население и бизнес воспринимает Китай позитивно, то есть его присутствие в Казахстане, сотрудничество с Китаем. Особенно хорошо повлиял этот визит Си Цзиньпини недавний, и плюс он сказал, что они видят в Казахстане стратегического партнера и готовы гарантировать территориальную целостность и независимость Казахстана в любых, что бы ни случилось.